Алексей Цыкарев, член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и член руководящей группы ЮНЕСКО по подготовке и проведению международного десятилетия языков коренных народов. То, что касается самого текущего положения, то примерно в мире ситуация похожая, наблюдаются одни и те же тенденции, к сожалению, они вызваны процессами глобализации, которые затрагивают, в общем-то, почти все коренные народы. Именно поэтому и генеральный секретарь ООН, и генеральная ассамблея выразили такую большую поддержку языкам, потому что считается, что каждые две недели умирает в мире один язык, и есть прогнозы негативные о том, что в ближайшее столетие может исчезнуть порядка 90% языков. Поскольку на них уже сейчас говорят довольно малочисленные группы, и более того, даже те языки, на которые говорят сегодня тысячи, десятки тысяч, и даже сотни тысяч, они тоже подвержены тем же тенденциям, к сожалению. И мы видим снижение числа носителей, мы видим, что сужаются сферы применения языков. Надо сказать, что Россия действительно принимает наиболее активное участие в деятельности международного десятилетия языков коренных народов, и среди первых утвердила национальный план мероприятий, план действий международного десятилетия. То же самое происходило и в рамках международного года языков коренных народов. Поэтому на общем фоне это смотрится очень положительно, поскольку многие страны до сих пор не приступили даже к обсуждению конкретных мер поддержки национальных, региональных и местных планов. В некоторых странах, скажем, есть инициативы со стороны коренных народов, но нет такого плотного сотрудничества государственных организаций органов власти и организаций коренных народов. В этом плане, конечно, деятельность поставлена на очень хорошие рельсы. Конечно, нужны радикальные меры. Меры, связанные с цифровизацией, меры, связанные с развитием билингвизма, в системе образования. И надо отметить, что во многих государствах, включая Российскую Федерацию, законодательство благоприятствует внедрению таких мер поддержки в образовании. Но всегда есть какое-то «но». То есть нет учебников, нехватка педагогических кадров, есть необходимость работы с родительским сообществом, потому что престиж языков в какой-то момент снизился до такой степени, что даже родителей приходится иногда убеждать в том, что языки коренных народов – это перспективные языки, это языки, которые дадут какую-то добавленную стоимость при профессиональной деятельности, что это не только языки бытового общения. Я на примере родного карельского языка скажу, что мы переводили декларацию ООО на правах коренных народов, всеобщую декларацию прав человека, сложнейшие юридические документы на карельский язык, но два его наречия. Существует лексика сегодня, разрабатывается новая лексика. Поэтому все эти проблемы, они или уже решены, или решаются. И языки готовы, многие языки готовы исполнять самые разнообразные функции сегодня, и выступать в том числе и языками судопроизводства, и использоваться в системе здравоохранения, и даже на выборах, например. Все это решаемые вопросы. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, это очень тесное взаимодействие с коренными народами. То есть ничто не должно внедряться, никакие меры не должны обсуждаться, или внедряться без их непосредственного участия. Такого рода кризисы, которые сегодня мы наблюдаем, очень сложные, эмоционально сложные ситуации, они не должны радикальным образом сказаться на программах поддержки наиболее уязвимых групп. Поэтому мне, в том числе и коренных народов. Поэтому мне, конечно, больно наблюдать, когда на эмоциях партнеры начинают делать заявления, разрывать связи, сжечь мосты, сокращать какие-то совместные проекты. Например, тот же самый Всемирный банк, который в 2014 году планировал строительство и финансировать строительство детских садов, сети детских садов в республике Саха-Якутия. После событий 2014 года проект был закрыт. И вот сейчас мы наблюдаем, когда новый проект Всемирного банка, который тоже касался важного направления, внедрения международных стандартов в отношения бизнеса и коренных народов, вот этот проект тоже сворачивается, к сожалению. Я считаю, это неправильно, потому что наиболее уязвимые группы, безусловно, не должны страдать. И я верю в том, что то, что ЮНЕСКО и Организация Объединенных Наций ни в коем случае не свернет никакие программы в отношении коренных народов нашей страны. Коренные народы нашей страны будут участвовать непосредственно во всех этих мероприятиях. Конечно, абстрагироваться от этих сегодняшних тенденций трудно. И более того, нужно просто привлечь их на помощь. Развивается телемедицина, например, развиваются вот эти дистанционные обучающие программы. Это позволяет людям находиться в своих местах проживания, заниматься своим традиционным образом жизни, традиционными промыслами, в которых как раз лучше всего сохраняется вот эта среда языковая. Не зря говорят, что, скажем, я слышал от ненцев, например, что ребенок, который растет в семье, в местах традиционного проживания, он способен помогать родителям в оленеводстве уже начиная с 6 лет. Потому что всю терминологию оленеводы используют на национальном, на родном языке. И вот это понимание терминологии, процессов, оно позволяет участвовать уже с 6 лет в этом, может быть, даже и раньше. А те дети, которые посещают школы-интернаты, например, и не находятся на постоянной основе в семье, они даже в 12 лет, к сожалению, не способны, не готовы в полной мере помогать родителям заниматься традиционными промыслами. Поэтому я думаю, что вот эти проекты по цифровизации, они полезны с учетом понимания, что это один из механизмов. Языки, они являются не только средством общения, но это уникальное хранилище знаний, традиционных знаний, знаний культурного наследия. И это все просто тоже исчезнет. Надо понимать, да, если мы не сможем затормозить процесс исчезновения языков или полностью их остановить, да, мы однажды потеряем просто доступ мирового сообщества к вот этим уникальным знаниям, которые могут на самом деле обеспечить пути решения глобальных проблем современности. Это и сохранение биологического разнообразия, это проблема изменения климата, то есть все это сегодня, все эти традиционные знания коренных народов, они находятся на столе переговоров, за столом переговоров, и коренные народы говорят, что мы не должны это потерять, да, и с ними на самом деле солидарны и те люди, которые сегодня принимают решения правительства.